26 января стартовал автопробег по маршруту Москва-Тверь-Санкт-Петербург, в ходе которого представители гражданского общества мотоциклисты Словакии Брат за Брата посетили исторически значимые и священные места Второй мировой войны. Первым таким местом стал обелиск победы в Твери. Участники движения Брат за Брата почтили память павших героев и возложили к мемориалу цветы. Именно на этом месте в далеком 1941 году, благодаря подвигу советских солдат, был остановлен враг. Для нас это очень важно, захоронить эту память этих героев, которые погибли для нас всех. Память очень важна для всех людей, для детей, и сказать им, как и были эти герои, все герои, а какая была правда. В торжественной церемонии приняли участие студенты и преподаватели Тверского государственного университета, а также член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации о Тверской области Людмила Николаевна Скаковская. Тоже знала и понимала ту правду, за которую стоите вы, за которую стоим мы вместе. Конечным пунктом автопробега стал город Санкт-Петербург, где 27 января, в день полного освобождения города от немецко-фашистской блокады, прошло несколько крупных мероприятий. Выдающаяся сила воли жителей города позволила продержаться в беспрецедентной по масштабу жестокости и цинизма осаде. В течение 872 дней город был полностью отрезан от внешнего мира, а его жители столкнулись с голодом, холодом, болезнями и постоянной угрозой бомбежек и артиллерийских обстрелов. При этом погибло более 1 миллиона мирных граждан Советского Союза. Родители не рассказывали нам. Уже папа стал рассказывать внукам, как он в блокаду ездил, как ему на полу тортят с открытой кабиной, и как по голове котелок бился, чтобы не уснуть. Мама же в 43-м году стала работать в санкт-петербург, тоже октябрьской железнодороге. Рассказывала, как она на фонтанку за водой ходила, и как лежат прупы, и надо было перешагивать, говорит, в другой раз и хочется человеку помочь там что-то. А мы, говорит, настолько ослабленные были, что поднять человека уже сложно. 27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от нечеловеческого гнета со стороны захватчика. Я помню только салют у Казанского собора, когда помню, что мы сидели где-то в темноте, а тут нас вывели, и мы видели салют. И вот уже на протяжении 80 лет этот великий день празднуют с большим размахом не только жители северной столицы, но и вся страна. Память о великом подвиге советских солдат, генералов и рядовых, медиков и курсантов, партизанов и простых людей, отдавших своей жизни за мирное небо над головой и счастливое будущее, будет жить вечно. Будущее, которое ценой миллионов жизней было даровано именно нам. Никто не забыт и ничто не забыто. Дмитрий Чепков по заказу фонда Истории Отечества. Дмитрий Чепков. Дмитрий Чепков. Дмитрий Чепков.